здравствуйте друзья с вами канал new rush world наша ежедневная информационно-аналитическая программа я ее ведущий александр галученко задали еще а в субботу задали вопрос не успел на него ответить мое отношение к фейкам которые рождаются в недрах российских средств массовой информации один из фейков приводит наш зритель из израиля и комментирует комментирует своем письме новость которая была напечатана в нескольких ну издана скажем так потому что в основном это электронные сми издана в нескольких средствах массовой информации российских частности вот новые известия он прямо приводит оттуда выдержку о том что в качестве возмездия за убийство максена фахризаде напоминаю кто это такой вспоминайте 3 ноября 2020 года вот в этом году в иране был убит выдающийся скажем прямо давайте говорить правду знаменитый достаточно знаменитый руководитель иранского ядерного проекта там сейчас серьезные споры идут был ли он руководителем военного проекта связанного с созданием ядерного оружия либо он был руководителем гражданского проекта который связан с постройкой атомной электростанции использование мирного атома но в основном по крайней мере разведками западных государств и израиля он подозревается в создании ядерного оружия он действовал работал жил передвигался под очень серьезной охраной значит безусловно что разведки западных стран да вообще всех здравомыслящих стран которые не желают того чтобы у тоталитарного режима авторитарного режима у исламистского скажем так и склонного поддержки терроризма режима в иране появилось ядерное оружие люди этого не хотят здравомыслящие люди международной политики которые присутствуют этого не хотят поэтому этот физик был уничтожен скорее всего поэтому это наши догадки это наши домыслы но фактор что он был расстрелян из стрелкового оружия причем в беспилотном режиме его автомобиль двигался по дороге остановился якобы что-то там был создан имитатором или генератором помех был создан такой звук как будто у него перебои в двигателе он остановился вышел и был убит огнем из беспилотного автомобиля то есть там стрелковое оружие находилось в автономном режиме без стрелка и сам автомобиль был без водителя управление этим автомобилем осуществлялось через спутник это уже потом иранские следователи все это увидели потрогали руками рассказали показали провели пресс-конференции значит фахри за д был уничтожен и теперь появляется следующий фейк я не знаю почему что самое характерное фейк появляется только в российских сми как мне сообщили наши зрители почему именно в российских и для чего российские средства массовой информации причем правительственной в основном стараются каким-то образом ну что ли ужалить толкнуть пнуть государство израиль якобы через месяц то ли 3 то ли 5 декабря вот скажем так буквально на днях 10 дней назад до группа иранских спецназовцев якобы офицеров разведки проникла на территорию израиля и уничтожила офицера разведки массад по фамилии хинови который якобы руководил операции по уничтожению махсена фахри за д вот этого самого физика ядерщика иранского когда начали собирать информацию дело в том что масса ты достаточно серьезной организации там скажем так в открытую по улице без охраны или на не бронированной техники особенно в условиях того что израиль существует состояние перманентной войны с арабским миром где очень серьезно велика вероятность совершения террористических актов со стороны палестинского населения жителей западного берега жители сектора газа они периодически происходят мы это прекрасно знаем ни один сотрудник массада ни один разведчик не будет под своей фамилии под своим именем на своем автомобиле передвигаться раскрывая свое наличие присутствие имя фамилию все остальное это уже наводит на серьезную мысль о том что это фейк значит якобы да и потом любое уголовное преступление которое совершается на территории государства израиль независимо от того это сотрудник массада там полиции армии просто рядовой гражданин у них об этом сразу пишут государство достаточно небольшое понимаете она по своим размерам меньше чем некоторые субъекты российской федерации я не виду области края и так далее да и по населению тоже суть в чем происходит происшествие ну вот даже в данном случае да действительно в те сутки про которые идет речь в этом самом новых известиях было два вооруженных конфликта значит погибли два араба оба на автомобилях оба автомобиля были расстреляны но оказывается один в одном конце страны другой в другом конце страны при этом автомобили были расстреляны как установила полиция принадлежали двум арабам во первых во вторых расстреляны машины были в ходе межклановых арабских вот этих межтейповых разборок машины достаточно утлые достаточно ну не презентабельные такие скажем ну в россии их называют ржавой копейкой там какой-то пикап и легковая машина естественно не бронированные незащищенные передвигавшиеся без всякой охраны поэтому судить о том что это высоковоставленный офицер массада фактически невозможно тем более что ни один израильтянин в этот день не погиб не пропал без вести это раз второе если бы это произошло об этом вы естественно знали не объявляя о том что это офицер массада просто бы ясно и четко сказали что да гражданин такой-то там может быть похоронили было по двум под вымышленной фамилии более того даже в россии про правительственное точнее не про правительственная просто правительственное издание спутник вы знаете что такое спутник это же наше информационное агентство интернет агентство которое никто не смотрит и не читает ну которая действует параллельно или под эгидой russia today напечатала и сказала что это фейк но остальные сми правительственные почему-то продолжают этот фейк тиражировать какую цель может преследовать издание российскими сми вот этих фейков которые каким-то образом принижают роль или унижают одну из сильнейших разведок мира мне это абсолютно непонятно видимо это просто погоня за дешевой сенсацией погоня за дешевым хайпом и политические цели уважаемые друзья вот вы тут задали мне это я в принципе не вижу возможно что свою руку к этому спространению этой информации приложил иран он заинтересован чтобы каким-то образом поднять авторитет своих специальных служб своих служб безопасности в частности то что раз его уничтожили нашего великого выдающегося физика создающего ядерное оружие мы готовы уничтожить вашего высокопоставленного офицера израильской разведки масса и мы это сделали вот скорее всего отвечая на вас вопрос скорее всего какие мотивы движут теми журналистами якобы журналист журналистами а так скажем честно журношлюшками гоняющимся за дешевой сенсацией какие могут ими двигать реальные подоплеки в этих событиях я не вижу более того созвонившись со своим другом гимельфаровым практически каждый день общаемся да не практически по нескольку раз в день общаемся прямо вам скажу что на территории самого израиля подобная информация нефть функционирует ее там нету об этом бы на таком небольшом государстве об этом бы в любом случае знали поэтому спасибо вам за внимание дай бог длительных лет жизни этому офицеру израильской разведки всего вам доброго пока